Медленно колонна из транспортных средств пытается преодолеть участок на улице Аустрина, где находится железнодорожный переезд. Простаивать в пробках жители вынуждены были и вечером, и утром. Вся проблема – в нехватке полос для движения машин. Именно в этом месте дорога превращалась в так называемое бутылочное горлышко. Вопрос был взят на контроль губернатором Олегом Мельниченко. И уже сейчас автомобили здесь могут ехать на максимально разрешенной скорости. Капитальный ремонт проезжей части завершен. Пробок меньше, и все. Хорошо, замечательно, хорошая дорога и ровненькая. Ну, нам лучше, удобнее выезжать. До этого сталкивались с тем, что стояли в пробках долго? Конечно. Бывало, да? Пассажиры в долгое время. А сколько стояли в пробках? Не помните, так вот по времени? По-разному, зависит от дня. Под выходные больше. Нет, конечно, лучше. Сейчас пробок таких нет, которые на Бессон. А раньше? Раньше мы от домино стояли, чтобы доехать вот сюда вот даже. А уж туда это вообще… А сколько стояли по времени? Не помните? По 40 минут. К решению проблемы приступили в середине августа. И уже в начале сентября 900 метров новой дороги были обустроены, что позволило устранить существующие заторы у переезда вовсе. Здесь убрали резинокордовый настил. Новое покрытие на этом участке выполнили сразу из двух материалов. Сначала залили бетон, а затем уложили асфальт, что должно предотвратить деформацию полотна при отрицательных температурах. Была остановка транспорта в ночное время. То есть мы специально выбрали наименее загруженное время. Это было с субботы на воскресенье в ночное. То есть ночью до 6 часов утра в принципе мы выполнили все эти работы. Была произведена замена шпал и рельсов на переезде по нормам и требованиям обустройства железнодорожных переездов. Работы на проезжей части выполнены в полном объеме. Сейчас разрабатывается документация для обустройства пешеходной зоны. Здесь появится тротуар, остановочные пункты, а переход оборудуют кнопкой.